Гомельская область, как и в целом Беларусь, зауседы славилась народными майстрами. И это еще раз подтвердили выставы роменства, майстер-классы, оригинальные тематичные пляцовки, организованные с нагодой, святкования Дня Незалежности Республики Беларусь. Селета, угод культуры, выставочная и концертно-забавляльная программа в городе над Сожем отрималась по-особливому, пригожей, масштабной и разноплановой. Выставы соломяных и ганчарных вырубов уже ночью прогоживаны с натуральных каменев, шматвики интерьерные, предметы с природных материалов. На выставе город Майстро у сквера имя Громыка представлены переважно вырубы белорусских дизайнеров и ромесников. Выконаны у техницы хендмейд, а по простей кажучи, уластными руками. По улице Лангии Белецкого было организовано свято День вышиванки, и оно включило ретроэкспозицию живут ромесств и протков. Обрядовые гульни, майстер-классы, выставу презентацию товаров и послуг Беларусь, в этой якости стиль, демонстрацию моделев одзения сучасных дизайнеров у национальной стилистицы и шмат инших оригинальных тематичных пляцовок. Профессионалы на Гомешине сегодня есть во всех сферах. У народной творчестия не сдается, а могут все. От выработок лодок по старожитных технологиях до ткацтва ручников с поясами. Вот этот пояс длинный, три метра, я могу сплести за один рабочий день, если меня ничто не отвлекает. Но я художественный руководитель, я не мастер. У меня танцевальный коллектив народного бытового танца. Я шью одежду полную, я вышиваю, я плету, я вяжу, я все делаю. Мешты на свято День вышиванки можно было не только доведаться и убажить, как створаются обрадовые ляльки и тканы ручники с поясами, а не особисто принять удел у гэтым не простым, однак вельми займальным творчим процессе. Так как мы с Будокошлёва приехали, так как восстанавливаем ткачество именно Будокошлёвского стиля, нам характерны геометрические фигуры. И если брать уже о Будокошлёвском стиле, это ручники, которые сшиваются друг с другом. В общем-то, сейчас девушка делает, можно сказать, упрощенный ручник, но так как здесь узкий сделан, то она фактически пояс плетет. Разгорнулись атематичные мероприемства с нагоды Дня незалежности Республики Беларусь или Аустанов культуры. У музея Истуры и города Гомеля, например, джигарам и гостям областного центра пропоновали фотовыставу, якая расповядала про этапы вызволения Беларуси. А у Гомельским областным музеем военной славы все жадающие смогли познайомиться со спецтехникой часов Великой Айчиной войны. У День свято наведывальникам музея дозволили посядить в кабинах этих неколи боевых машин и зарабить себе фотоснимок на память. Цекавая громадянско-патриотичная акция прошла и для кинотеатра «Имя Калинина». Она была организована суместно коммунальным унитарным предприемством «Кинотаур» и белорусским военно-историчным клубным объединением «Гонор Мундира». На открытый плясо у цели кинотеатра ветеранов и всех присутных сострокала выстава военной ретро-техники, амуниции, узброение часов Великой Айчиной войны. Все экспонаты, которые здесь представлены, они именно 44-му году датированы, что они могли участвовать в освобождении Республики Беларусь. За мной броневик образца 42-го года, он участвовал в непосредственной операции Багратионной, в освобождении дошли, они до Берлина, эти машины доехали. Также все остальные ребята тоже одеты уже по униформе 44-го года. Побыль разместилась экспозиция с документальными фотосдымками солдат, офицеров и мирного насельства, которые отважно смагались с ворогом. Подчас проведения патриотичной акции у кинотеатра имя Калинина все жадающие так само смогли подчаствоваться с оправданной солдатской кашей и горбатой. Финальной часткой мероприемства стала демонстрация фильма «Беларусь. Документальная история». Мы это делаем для того, чтобы мы помнили, когда есть память, никогда не будет войны. И мы хотим, чтобы все помнили, делая такие представления, праздники. Люди, помните, и мы будем всегда жить в мире. За мир на нашей белорусской земле. Святочная программа с нагодой святкования Дня Незалежности Республики Беларусь ладилась опероважно на открытых пляцовках города над Сожем. Тем более, что на двор я спрыяла этому. К тому и настрой у людей был отповедным. Очень хороший праздник, все очень весело, все очень здорово организовано, выставки очень интересные. Мы сами участвовали в шествии, теперь прогуливаемся. Это все приобщает к культуре народной, и также есть и современные хендмейт. В общем, все очень интересно и очень радует. Интересно посмотреть, люди своими руками делают, веселятся, песни поют, площадки для караоке вот есть. Нам очень нравится народное творчество, мы, конечно, немножко опоздали, и очень сожалеем об этом. Нам очень все нравится, мы только, правда, приехали, еще все не увидели, всю красоту этого праздника. Мы очень счастливы, взяли ребеночка. Теплое ощущение, видно, что люди постарались, вот все свое рукоделие выставили, да. Я вообще-то не из этого города, но мне приятно быть, чувствуется гостеприимство. Вероника Ворошилина, Дмитрий Родянко, телеродой компания «Гомель».